Это рубрика «Бизнес-план». Сегодня о том, где получить предпринимателю дельный совет. Как известно, в университетах на бизнесменов не учат, а знания, особенно для начинающих предпринимателей, крайне важны. Дмитрий Иванов еще несколько лет назад и понятие не имел, как вести бизнес. Но он поставил перед собой цель, и теперь его дело выходит на международный уровень. Компания «Унимед», в которой он работает коммерческим директором, разрабатывает оборудование для производства алюминиевых сплавов. Фирма – резидент краевого бизнес-инкубатора. Дмитрий с нуля постигал азы бизнеса, финансовой грамотности, умение грамотно презентовать свой товар. Благодаря этим знаниям компании удалось наладить сотрудничество с французскими инвесторами. Непосредственно тот завод, на котором будет установлено наше оборудование, он будет производить сплавы для «Боинг» и «Аэрбаз». Ну, то есть, те конструкционные материалы, которые будут использованы в производстве деталей для этих самолетов. Знание силы, уверен руководитель краевого бизнес-инкубатора Николай Колпаков. Для начинающих предпринимателей в Критбе постоянно привлекают бизнес-тренеров и предпринимателей, которые делятся своим опытом. Ведь важно не просто придумать бизнес-идею, нужно знать, как ее воплотить в жизнь. Любой начинающий предприниматель не может априори обладать тем набором компетенций, которые нужны для ведения успешного бизнеса. Это важно как для традиционного бизнеса, так и для инновационно-технологического бизнеса. Более того, для инновационно-технологического бизнеса это, наверное, даже важнее, потому что подавляющее большинство бизнес-процессов неизвестно. И любые ошибки в деятельности, они, как правило, достаточно критично влияют на итоговый результат. Сейчас при желании можно найти бизнес-тренинг на любой вкус, о любом этапе становления предприятия. Конечно, совет от родных или близких, как вести дела – это хорошо, но совет от тренера – это новый, свежий взгляд, которого очень часто не хватает. Можно научиться каким-то прикладным навыкам из серии, ну там, я не знаю, как продавать, как делать грамотную рекламу, как писать тексты, в конце концов. Деловые письма или копирайтингом заниматься. А вообще есть ментальные вещи, то есть есть сейчас очень большое количество бизнес-тренингов, где есть вот эта ментальная составляющая, которая позволяет работать с личностью. Но невозможен профессиональный рост без личного, которая позволяет картинку мира изменить и в соответствии с этим менять уже дальше инструменты, которые ты используешь. Бизнес-тренинги, как правило, доступны по цене даже начинающим предпринимателям. Но при желании можно пройти и бесплатные курсы. К примеру, в Красноярском центре содействия малому и среднему бизнесу. Главное – желание. Бизнес-тренер – это не человек, который там с волшебной палочкой над вами помахал и сказал, что вот, а теперь вы будете продавать лучше или там, не знаю, более организованными, или будете классным управленцем. Это всегда работа над собой. То есть, как бы там ни было, если вы… вам могут дать очень хорошие материалы, вы могут дать очень хорошие какие-то инструменты, но если вы их не начнете применять, ну, это будет бесполезной тратой денег. Добавлю в век интернета, получить необходимые знания можно, не выходя из дома. В сети доступны тысячи лекций матерых бизнесменов-олигархов и бизнес-тренинги. Конечно, универсального рецепта успеха для предпринимателей нет, но лучше послушать истории бывалых, чтобы не допустить их ошибок. Ну, если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-91-27 или пишите на наш сайт афонтово.ру. Виталий Пыльков, Сергей Кашин, Афонтово новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова